У Скайласа у меня довольно интересная история. В свое время, больше 10 лет назад, может уже лет 13, я занимался своими какими-то более конкретными магическими практиками, прокачки энергетики, развитие экстрасенсорики и так далее. То есть о духе и о пустотных состояниях остановки мыслей в том виде, как сейчас, я тогда меньше знал и меньше к этому стремился, хотя фоном это где-то было. И вот однажды после очередной практики я сел на диван отдохнуть. И вдруг, будучи в таком расслабленном состоянии, когда я ничего не делал, очень яркий образ возник в сознании некой горы. Откуда гора непонятна? Вот, и дальше этот образ притягивает меня, ощущение все ярче, и дальше меня как будто втягивает внутрь горы, и я вот ощущаю себя ее частью. Вот, что за гора, откуда она взялась, и что такое за глюк, было совершенно непонятно. Я думаю, ну интересно. И задумался я сначала, что это такое вот, что это такое мне сознание показало или подсознание. Но так и не понял, что это было. Спустя какое-то время, примерно месяц, смотрю на газету, в которую папа рыбу заворачивал, она масляная, жирная. И на этой газете фотография горы, вот именно как я видел. Я беру газету, начинаю читать статью. По-моему, она называлась, точно название не помню, что-то типа Кайлас, гора судьбы. Вот, и оказывается, что это какое-то суперсвятое место, и у меня как некий импульс возник в центр лба, как только я увидел эту фотографию. И возникла огромная мотивация туда поехать. Но сквозь мои жизненные обстоятельства сразу я не мог прорваться. Тогда у меня не было, скажем так, таких возможностей прямо взять и поехать. Вот, и смог я добраться до Кайласа только спустя 2 или 3 года после того, как я вот это вот у меня видение было. Но у меня не было никаких сомнений, что я должен туда попасть. И вот в первый раз мы туда поехали. Тоже ситуация складывалась так, ну, были какие-то постоянно препятствия. То есть я опоздал на самолет. Потом мы, поскольку поехали безо всякого туроператора, потому что вот все агентства, они там... Ну, там еще проблемы китайской страны бывают. Они то открывают, то закрывают туда маршрут, как бы... Да, то есть это такое место, в котором масса непредсказуемых факторов, и все против. Первое, это китайское правительство, которое может все запретить, и все. Во-вторых, это погода, которая может... И ты там тоже не доедешь, если будет там какой-нибудь дожди, то там все дороги размой. Тогда еще не было хороших дорог, когда я первый раз туда поехал. Вот, мы на джипах пробирались сквозь всякие горные речки, там, вброд и так далее. Вот, мы поехали без туроператоров, потому что все брали бешеные деньги, которых у нас не было. И мы приехали в Китай, и уже на месте решили найти местную фирму, которая бы нас переправила из Китая, собственно, вот, как бы классического, на Тибет. Искали долго, наконец, нашли. Приехали к Кайласу, там есть один ритуал, священный обход вокруг горы, Кора. То есть нужно обойти там 50 с чем-то километров по достаточно большим высотам, от 4,5 до 5700 метров. Причем есть они две, да, внутренние и внешние. Есть их две, но тогда я знал только о внешней коре. Вот, и обычно... Кто-то даже телами прокладывается, как бы, есть такая форма обхода. Есть и форма. Это занимается... Простирание. Простирание, да. Это занимает очень много времени, к сожалению. Я видел таких людей, да. Вот, но мы, как бы, то есть, далеки от такой степени просветления. Да, 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 да. Вот. В итоге, как бы, нормальные люди, так сказать, они проходят кору за три дня. То есть там есть три остановки, где можно переночевать. Вот тут за три дня нормально. А мы приехали, поскольку мы, как бы, вот, всякими неокольными путями непонятными, мы потратили очень много времени, и трех дней у нас не было на кору, иначе мы не вписываемся в обратный рейс. Вот. И, короче, пришлось вот проходить за день. То, что за три нужно пройти. Конечно, усталость неимоверная, но тогда я впервые ощутил вот некое касание действительно чего-то за пределами формы. Именно там это очень сильно на меня повлияло. И как символическая потеря. Вообще, там есть целый перевал, где люди оставляют всякие ненужные вещи, как знак расставания со старыми привычками. Я там специально ничего не оставлял. Но на обратном пути, значит, я потерял мобильник. Со всей там, там уже было сотня контактов. Сначала вроде как печально, но потом я понял, что мне от этого легче. Что-то, какой-то кусок ненужный от меня отвалился. И я вернулся обновленным, и мое состояние изменилось. И вот возникла некая глубина такая, которую я не мог как-то выразить, но что-то очень сильно поменялось после этого первого визита. Также, что касается самого первого визита, был там тоже очень интересный опыт, когда я впервые увидел чертей. Вот, прям увидел чертей. То есть как, воочию? Воочию. Это было не на самом Кайласе, но на пути. Так. Значит, как бы есть там какой-то, помню, один монастырь, Old Drongba называется. И там, значит, мы проезжая мимо, решили остановиться, посмотреть, что за место. А там в качестве достопримечательности, это гора черепов, яков, с мантрами на лбу выгравированных. Там какой-то столб еще. В общем, какая-то такая гора странная. Подошел я к ней, чувствую, значит, что-то как-то вот, какой-то вибрация где-то в области живота, солнечного сплетения. Я сосредотачиваюсь, начинаю, думаю, ой, интересно, какое-то влияние идет. Сосредотачиваюсь, вхожу в измененное состояние сознания, вибрация превращается в пульсацию, эта пульсация растет и превращается в такие не очень приятные удары. Вот в живот мне кто-то бьет. Значит, еще дальше погружаясь вот в это состояние, в виде не тонкого мира. И смотрю, реально, черт, как бы, ростом, наверное, ну, метр тридцать. То есть мне где-то как раз по грудную клетку. А вот. Невысок, однако. Ну да, то есть такая бурая какая-то шерсть у него, значит, грога, копыта, хвост, вообще классик. То есть по классике описанию он соответствует, да, как бы? Да, да, да. То есть я раньше никогда такого не видел. Вот. И, соответственно, значит, он, как бы, отходит на несколько шагов, разбегается и рогами мне в живот. Как бы, зачем он это делал, непонятно. А причем я вот в неком измененном состоянии, я еще туго соображаю, думаю, что такое, что происходит. Может быть, я на пути каких-то там этих существ стою, там, что они мимо пробегали. Но вижу, нет, целенаправленно, и начинаю краем глаза замечать, что он там не один, что еще какие-то там собираются. И тут вдруг я понял, ага, так это же нападение похоже. Только я подумал о защите, что вот сейчас я войду там в свое, так сказать, более защищенное состояние, тут же все картинки ушли, я перестал это видеть, ушла пульсация, и вроде как все нормально. Но после этого взаимодействия у нас сломался джип, то есть возникло некое влияние на ситуации вот этих духов. Для меня это стало совершенно конкретной вещью. И позже, позже, я нашел одно из объяснений интересных, не в этот визит, а в следующий. Я увидел карту Тибета, как некое, что вот на фоне Тибета лежит огромный демон. И храмы, это как некие, они поставлены на определенных точках этого демона, чтобы не давать ему проснуться или встать. Которые его привязывают, как Гулливера-Лилипуты привязали, я так понимаю, да? Да, типа того. Вот я увидел эту карту, и что там каждый храм, и на этой карте, как одна из важных точек, был, по-моему, Олд Дронгба тоже. И на тот момент, когда мы были, храм был на реконструкции. То есть там, видимо, работа шла не в полный рост, не знаю. Поэтому что-то там пробивалось, видимо. Это мое уже объяснение домыслы. Почему возле этого храма там были такие странные вещи. И, соответственно, когда мы были в следующие разы, мы останавливались у этой Олд Дронгбы. Я вот специально подходил, смотрел, вот, ну не будет ли черти опять. Нет, ничего такого не было. Было уже совершенно другое состояние. То есть с чем это связано, ну, у меня нет, ну, вот, как бы окончательного версии. Но вот есть гипотеза, что да, действительно в этом что-то есть. Что вот храмы эти, они как некие сторожевые посты. И иногда сквозь эти сторожевые посты что-то может и просачиваться. Сергей, по поводу Холаса дополнительно. Ну, там считается, там несколько, так скажем, вершин. И вот одна, как бы, высотой 666, что самая интересная цифра интересная, да, метров, она, ну, как бы, некоторые считают это искусственного происхождения. Это вопрос номер один. А вопрос номер два считается о том, что там установлен был или он есть тот самый магический кристалл Атлантов. Ну, вряд ли вы его видели в ваших путешествиях, но это как вы считаете? В любом случае, я немножко дополню, потому что Молдашев насчитал там не одну пирамиду, он вообще считает Кайлас пирамидой, но не одну пирамиду, а несколько пирамид, некоторая количество пирамид. Одна из них искусственная, несколько, точнее, все естественные, а вот одна какая-то искусственная, вот и считается, что это, как бы, площадка, особый храм. Я вообще слабо себе представляю, как может возникнуть естественная пирамида, так по большому счету. Вопрос интересный. Я его для себя так и не решил, я так и не понял, она настоящая или, в смысле, естественная или искусственная. Но, что меня поразило, однажды я увидел гору, очень похожую на Кайлас, вот с трещиной посередине, все то же самое, только меньше там, высотой около трех тысяч метров в России. Вот, то есть, сходство такое, ну, это повод задуматься либо о том, что это часть какой-то системы искусственной. Я, извиняюсь, я перебью, я хочу напомнить, что буквально недавно, это года полтора назад, такую же нашли на территории бывшей Югославии, в Черногории. То есть, вот стречной посередине, да? Да, 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 стречной посередине, совершенно верно. Она была покрыта под слоем земли уже как бы, но когда вошли туда, то есть, посмотрели структуру и географию и геометрию всего этого холма, вот, выяснили, что под холмом находится совершенно рукотворная пирамида именно стречной посередине. Интересно, интересно. В общем, я, у меня нет каких-то явных, как сказать, выводов, я не сделал, но что я почувствовал вот со своими, так сказать, возможностями, во-первых, я чувствую, что гора Кайлас, вот эта вот, с трещиной которой, она как бы является неким генератором какого-то излучения, это 100%, то есть, очень высокочастотное излучение идет, я бы назвал это какой-то портал между мирами, то есть, точка сообщения с высшими мирами, это наверняка, с моей точки зрения, дальше это излучение, оно, соответственно, влияет на сознание тех, кто к нему подходит, и разного рода коры, это как бы, когда ты вот сонастраиваешься с этим излучением в процессе ритуала, то есть, ритуал это тоже, он как бы был в свое время введен одним из лам, я не помню, честно говоря, его имени, но как бы я считаю, что в нем есть смысл, и когда вот я подходил близко к самому Кайласу, вот это вот ощущение излучения, оно усиливалось, но я так и не понял, это искусственное или естественное сооружение. Но дело не в этом, дело в том, что как раз я немножко занимался темой Кайласа в свое время, вот, и пытались даже замерить параметры излучения, вот, но тем не менее, почему-то как-то наши приборы не берут параметры, даже сверхвысокочастотные параметры по замерам, как бы, они не берут длину этой волны. То есть, все конкретно понимают, что такое-то излучение есть, но длину волны даже мы не можем сейчас вычислить. Это очень интересная вещь, но вот, тем не менее, так оно и получается. То есть, приборы даже берущие, как бы, и волны уровня радара, и самые высокочастотные, то есть, на самых увыче частотах, как бы, даже частоты выше, чем частоты селфона, это все равно не проходит. То есть, приборы не регистрируют этого излучения, хотя оно явно присутствует. Я бы сказал так, что есть некие частоты, назовем их условно уже частоты мира нефизического. То есть, для этого нужны какие-то... Которые электронно не воспринимаются, да? Которые не воспринимаются физическими приборами в принципе. Грубо говоря, это излучение может, я думаю, воспринять живой прибор. То есть, вот если в приборе будет некий элемент жизни и вот энергии, грубо говоря, более тонкой, вот, либо это какой-то особый совершенно прибор, который может преобразовывать какие-то более тонкие излучения, замедлять их, и тогда он может их замерить. Но я думаю, что вот эти вот излучения, они именно излучения тонкого мира. Энергетические, не в смысле радиочастоты, как одна из частот, пусть и высоких, но все-таки физического мира. А вот именно какого-то влияния на сознание. Что такое сознание, даже что такое жизнь, это вопрос открыт, как я понимаю, для современной науки, поскольку она жизнь создавать еще не научилась. Ну, и в данном случае я могу зафиксировать еще один факт, как бы то, что какими мы не были бы материалистами и как бы мы не принимали мир, ну, мы, конечно, не материалисты с вами, да, но тем не менее, каким бы сугубым материалистом не быть и как бы не воспринимать достижения современной техники, современной возможности человеческой мысли, всего чего угодно, но нет пока еще ни одного альпиниста, окончательно покорившего Кайлас. Было несколько попыток, вот, но тем не менее до вершины никто так и не дошел. Ну, я полагаю, я прошу прощения, я хотел бы добавить, я полагаю так, что если это правда, если это какой-то портал соединения, то покорение Кайласа — это не покорение Эвереста. Дело в том, что если взять модель мира или модель, точнее, Вселенной, то, в общем-то, совсем, и почитать, что говорится в Ведах, то там написано о том, что это не гора Джамалунгма, и это не восемь, там, с чем-то тысяч метров, а высота намного просто выше, просто наше измерение и наши возможности не позволяет нам увидеть, то есть там просто неизмеримо все это выше, и вообще-то это гора Меру, если дальше еще уходить, а гора Кайлас, это не гора Кайлас, на самом деле. Ну, понятно, да. Да, если там находится обитель бога Шивы, то, который там, скажем, ответственен за окончание вот этого цикла, который завершится разрушением полным всем, то тогда как можно покорить это? Если Махадев там, то кто не там, да. Одновременно там и одновременно не там все. Ну, я полагаю так, что Сергей все это дело читал, и тем более там находился, думаю, что он нам скажет больше в этом плане, как можно покорить то, чего нельзя, вообще-то говоря, покорять. Это, знаете, как у нас был такой лозунг, зачем ждать милости от природы, да? Их надо взять у нее. Да, их надо взять у природы. Оказывается, нам не надо ждать милости, нам надо пойти и завоевать природу. Ну, как-то вот не получалось у нас смертных до сих пор, да? Я бы сказал так, что здесь вопрос, наверное, уровня сознания людей. Возможно, они дорастут или какие-то отдельные люди, что они смогут зайти на вершину и даже при этом выживут, как в отличие от некоторых, кто пытались его штурмовать. То есть я не исключаю такого варианта, что кто-то когда-нибудь на нее зайдет, но это связано не с физподготовкой и альпинистскими навыками, а именно какое-то особое состояние сознания. Возможно, такой человек найдется. Но, опять же, если у него есть это состояние, совершенно не факт, что он захочет на нее лезть. Потому что залезть на самую высокую точку, это, я бы сказал, слишком человеческое стремление. Или залезть туда, куда никто не залезал, просто ради того, чтобы залезть туда. Если есть некий чистый мотив, если есть высшее божественная необходимость, допустим, какому-то человеку залезть на эту гору, чтобы сделать какую-то важную практику, которая изменит ситуацию в мире, например, и это с благословения богов, тогда, может, он и попадет туда, и не будет у него никаких препятствий. Да, и как сам Мулдашев залез в пещеру, набрал там этой мертвой воды и глаз пересадил, да? Ну, Мулдашев это немножко так отдает попсу, и так по большому счету, но с другой стороны, все-таки он там побывал, и какие-то вещи он оценил несколько справедливо. Я не говорю там все то, что сделано для популярных изданий, дабы они хорошо покупались, эти книги. Но, тем не менее, какие-то довольно интересные вещи он все-таки оттуда приобрел. Я к чему говорю, что последнее, что я просто не помню фамилии этого британского альпиниста, который шел на Кайлас, причем шел хорошо подготовленным, но, тем не менее, что-то ему не хватило, то ли 100 метров до вершины, то ли 80 даже, потому что он почувствовал настолько странное состояние, что он понял, что он может живым не вернуться. И поэтому он не дошел до вершины, и все это он достаточно подробно описал. Я просто сейчас фамилию навскидку вам не назову, но, тем не менее, это есть достаточно подробная статья об этом вот последнем неудавшемся восхождении на Кайлас. Тем не менее, значит, какая-то энергетика там присутствует, которая просто не пускает этого человека туда. И вот Мулдашев, кстати говоря, в своих этих триллерах о путешествиях на Кайлас, тем не менее, достаточно подробно описал вот эти вот системы точек, в которые просто какая-то энергия тебя не пускает, ты не можешь туда пойти. То ли у тебя как бы сразу какой-то страх появляется, то ли ты понимаешь, что если ты дальше пойдешь, то ты можешь расстаться просто со своим физическим телом в данном случае. Но, тем не менее, это ощущение есть не только у Мулдашева и у того альпиниста, который отлез на эту гору Кайлас, и у многих других, которые описывали вот такие вот свои впечатления, когда они появлялись в этих довольно странных точках. У меня эти ощущения тоже были, когда я пошел на внутреннюю кору, а маршрут внутренней коры, он проходит буквально в одной из точек прямо под стеной Кайласа. Я помню, когда мы пошли с группой людей, и на меня напал страх в первый раз, когда мы туда полезли на перевал этой внутренней коры. Я ощутил, что вот нельзя. И мы повернули назад. Но потом, когда я вернулся опять и был в другом состоянии сознания, у меня возникло ощущение, что я могу идти, то есть как некий допуск. И мы тогда вдвоем, только уже небольшой группой, а у нас вдвое было, я шел с другим человеком, Сергеем моим тезкой. И мы прошли этот участок, и опять же возникли некие изменения во внутреннем состоянии. Другие, чем те, которые возникают при внешней коре, я бы сказал, более сильные. То есть здесь вопрос готовности скорее сознания и некой высшей необходимости. Да, вопрос готовности это стопроцентное определение. Наверное, именно готовности в данном случае. Да, это касается, в общем-то, всех практик. И понимание того, зачем тебе это нужно, и нужен ли ты здесь сам по себе. Непонятно, человек к месту или место к человеку. То есть может ты в этом месте, ты именно в этом месте сейчас не нужен. И это определяется не твоим самосознанием или несознанием, или потерей или обладанием формы, но просто условиями того, что это место тебя сейчас не хочет здесь иметь. Так и есть. Так и есть, наверное. Да, и возвращаясь к первому вашему вопросу, уйти от своего «я» или найти свое «я», я бы сказал, что все эти влияния внешних сил, они не всегда дружелюбны к нашему человеческому «я» или то, что называется «эго», но есть понятие высшего «я», то есть дух, который вне рождения и смерти. И я бы сказал, что в процессе нужно уйти от одного «я» и прийти к другому «я». Вот, то есть от эго необходимо уйти, а к духу необходимо прийти, но дух – это тоже «я», только другое. И вот когда ты в духе, что называется, то, соответственно, для тебя уже другие взаимодействия с миром. И в этом, собственно, цель практики, да, то есть найти гармонию с собой и с миром. Сергей, вы сейчас сказали парадоксальную совершенно вещь, над которой я никогда не задумался и вот только что задумался. То есть, в принципе, получается так, что всегда люди, которые уходят в определенные практики, уходят в эзотерику, они всегда предполагают, что тот мир, который находится где-то вне нашего понимания, он гораздо лучше и дружелюбнее. Оказывается, это совершенно не значит, что он дружелюбнее к нам относится, правильно? Конечно. Я бы сказал так, что если мы со своим эгом начинаем лезть в ожидании какого-то кайфа и наград в какой-то мир, ну или в какое-то новое состояние, грубо говоря, то далеко не всегда это будет позитивно. То есть, я бы сказал, что плата за вход в мир, я бы сказал, более высшей, что ли, можно так сказать, в мир, ну вот, просветленной, что ли, можно приспользовать слово. Платой за вход является утрата эго, утрата я. Но в то же время обрети не другого я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова